Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня, 24 апреля, эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Неожиданный визит. Мэр города Анапы без предупреждения посетил управление пенсионного фонда. Я помню первый день войны. В Анапском филиале Московского государственного гуманитарного университета чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. От землетрясения в Анапе никто не пострадал. Учения гражданской обороны на курорте прошли успешно. Глава города Сергей Сергеев сегодня без предупреждения посетил управление пенсионного фонда по Анапе и подверг критике его работу. Как позже написал мэр Сергеев в своем микроблоге Твиттер, цитата, «Жалобы анапчан подтвердились. Очереди на пустом месте. Из шести окон для приемов из лиц работает только два. Анапчане возмущаются необоснованностью очередей и долгим обслуживанием. Новое здание – комфортные условия. А работать так, чтобы анапчанам было комфортно, не хотят. Так дело не пойдет. Анапскому пенсионному фонду придется поменять свой стиль работы». Конец цитаты. Попутно глава Анапы совершил обход этого района и остался весьма недоволен его состоянием. Поэтому дал ряд поручений управлению муниципального контроля. Вадим Родин продолжит. Забор, разрушенный ураганом, который прошел по Анапе больше недели назад, так никто и не отремонтировал. Начальник управления муниципального контроля Кирилл Чененков спустя час встретился с подрядчиком на заброшенной строительной площадке. «Сейчас самая основная задача – вы должны очень быстро восстановить забор до обеда. Вот эту часть посадки. И потом уже приступаете дальше». «Хорошо, без проблем. Мы полностью ликвидируем за пару дней. Абсолютно все». «Мне самое главное, чтобы вы до обеда восстановили вот эту часть проезжую, где люди проезжают, видят. Надо вывезти мусор отсюда. Когда вы мусор сможете отсюда вывезти?» «В ближайшее время. То есть пару дней это уйдет на забор полностью, восстановление, укрепление и так далее. Чтобы такого больше не повторилось даже с…» «Я так понимаю, это повторяется уже не раз, вы его восстанавливаете. Восстанавливаете, по моей памяти, уже третий раз его после урагана. То есть делаете работу некачественную». Подрядчик обещал в этот раз сделать забор крепким. А вот хозяина разбитого автомобиля так найти и не удалось. Причем никто из гаражного хозяйства не знает, кому он принадлежит. «Это я не знаю, это неизвестно. Это неизвестно. Это с ваших или с этих ГСК, да?» «Даже-даже. Нет, здесь одно ГСК просто разный. «Непонятно. И надо навести к территории порядок, который прилегает. То есть вырвать всю траву». «Ну сегодня, скажем, я вам не могу гарантировать, а течение двух дней сделаем. Потому что вот это вот косите, и вон, два дня уходит где-то». Пока аварийный автомобиль убрали ближе к гаражному хозяйству. Полиция разыскивает владельца транспортного средства. Вадим Родин, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Сегодня ровно в 9 часов 20 минут в спокойный уклад жизни анапчан ворвался тревожный сигнал и сообщение о том, что произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Все службы были переведены на повышенный режим готовности. Горожане, находящиеся на всех социально значимых объектах, срочно эвакуированы. Таков замысел и план крупномасштабных учений на Кубани. Через все этапы оповещения и эвакуации прошел и наш корреспондент. Обычный учебный день прервался объявлением о срочной эвакуации из-за землетрясения. Все учащиеся 7-й школы и гимназии «Эврика» во главе со своими учителями, а это больше 2000 человек, покинули здание и построились на школьном футбольном поле. В школе воцарилась тишина. Такое бывает только ночью. Время эвакуации 5 минут. Молодцы! По прибытию транспортных средств мы выезжаем. Пункты эвакуации, пункты приема эвакуированы. Они будут заранее указаны. Находятся они на Пионерском проспекте. В санатории нас будут принимать. Понятно? Не слышу. Да! Не слышу! Да! Именно для этого и проводятся такие учения, чтобы каждый школьник знал, как выходить из школы, где строиться и ждать указаний старших, куда в дальнейшем будут эвакуированы. Тем временем на честных сооружениях начались тренировки по химической, радиоактивной и биологической защите с использованием специальных приборов для определения уровня радиации, химического загрязнения почвы, воды и воздуха. По легенде учений, специалисты в костюмах, химзащиты и противогазах обследовали предположительно загрязненную территорию. При выявлении опасных веществ колышками отмечается граница, за которую вход воспрещен. Этот пост предназначен для того, чтобы обнаруживать радиоактивное или химическое, ну и биологическое, а также заражение, а также вести метеонаблюдение в угрожаемый период. Но разворачивается пост в течение часа. Измерительное оборудование в распоряжении водоканала и современное, и не очень. Старое не выкидывает лишь по той причине, что оно исправно и предназначенные задачи выполняет. Тем более, что, например, в счетчике Гейгера и усовершенствовать-то нечего. А вот такой цилиндр выдается каждому спасателю, работающему в зараженной зоне. Он имеет у себя на грудном карманчике, и потом можно считывать, какую дозу радиации получили. В краевых учениях задействовали сразу несколько городов. В Новороссийске тушат крупный лесной пожар. В Краснодаре отрабатывают спасение при наводнении и техногенной катастрофе. Задача анапских спасателей – оградить анапчан от последствий землетрясения – выполнена успешно. Вадим Родин, Игорь Куршаков, Анапа-регион. Также на Кубани проводится краевая профилактическая акция Министерства внутренних дел. Ежегодно в крае десятки зданий становятся объектами для лжетеррористов. Каждый ложный вызов на якобы заминированный объект наносит ощутимый ущерб бюджету. А ведь потраченные в пустую средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, образования и медицину. Анапские полицейские присоединились к краевой акции. Раздавали листовки с предупреждением о штрафе за ложный вызов. По закону – 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Также стражи порядка предупреждали жителей, как свести к минимуму хищение мобильных телефонов. Дабы избежать каких-нибудь эксцессов, ну вот дали телефончику. Я сейчас позвоню, отошел и побежал. Понимаете? Сегодня в городском театре Анапы состоялось зональное заседание с председателями городских и районных советов ветеранов южной зоны Кубани. Посетил совещание и глава города Сергей Сергеев. Мэр интересовала, как взаимодействует администрация муниципального образования с советом ветеранов. Каждый председатель выступил с краткой информацией о своей работе, рассказал о проблемах. Председателя Краевого совета ветеранов Евгения Шендрика интересовала, насколько организации обеспечены оргтехникой, средствами связи и автотранспортом. На машину Лада Калина, которая нам, губернаторам, подарена, так скажем, она поставлена и введена в штат автомобилей администрации. Находится там на стоянке, охраняется на стоянке. Подобран водитель советом ветеранов, который в штате находится. Сообща на совете решили, что с мнением ветеранов нужно считаться. Многие проблемы, которые возникают сейчас у власти, они раньше были. Их решали. А кто решал? Ветераны решали. И они очень часто подсказывают такие идеи хорошие, которые говорят, что новое – это хорошо забота и старое. Ветеранов войны и тружеников тыла 9-го избирательного округа пригласили сегодня в литературно-художественную гостиную. Всех, кто приближал Великий день, День Победы, в преддверии 9 мая поздравили в филиале Анапского Московского государственного гуманитарного университета. Подробнее в материале Светланы Авиловой. Я помню первый день войны. Под таким названием прошла литературно-художественная гостиная в Волновском филиале Московского государственного гуманитарного университета на стихи поэта Андрея Дементьева. На экране отрывок из телепередачи «Доброе утро», в которой Дементьев, автор более 40 поэтических сборников и 100 песен, выражает свое отношение к войне. Мы тогда еще были дети практически, а все равно мы многие работали и помогали. Студентам очень хотелось в преддверии 9 мая выразить свою благодарность тем, кто подарил мир на этой земле. Ведь безжалостная война забрала большое количество жизней, лишила многих детства. Весной мы ходили копать огород, картошку сажали на школьном участке, чтоб как-то от голода выжить тот год. Мы стали на лед, на город все чаще. Весну победы эти мужественные люди не забудут никогда. Впрочем, как и фронтовые песни, которые согревали им душу, придавали стойкость и силу. О мелодиях прошлых лет напомнил студенческий хор русской песни «Новое время». Ветеранам войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на избирательном участке номер 9, депутат, директор Анапского филиала МГГУ Елена Некрасова поздравила с наступающим праздником. Мы сегодняшним мероприятием хотим высказать вам свое глубочайшее уважение, свое глубочайшую признательность за то, что сегодня у нас есть возможность учиться, любить, жить, радоваться этой жизни, за то, что сегодня за окном светит солнце. Это только благодаря вам. Приглашенным гостям подарили цветы. Не забыли поздравить и тех, у кого в преддверии Дня Победы день рождения. Галине Афанасьевне Мальгуновой исполнилось 85 лет. Ей выпала нелегкая доля. Юной девочкой в годы Великой Отечественной трудилась на заводе, изготавливала детали для самолетов. Перевыполняла норму. Нам ставили на станки красные флажки. И мы были очень рады. Ну а потом росли. У нас так назывался в Самаре юнгородок до сих пор, потому что были все юнцы с Ленинграда эвакуированы, с Орлова, с Воронежа. После войны осталась в авиационной промышленности. Решила, что ее труд будет нужен стране и в мирное время. Это у меня ветеран войной. Потому что трудовое отличие. В этот день участники праздника желали друг другу, чтобы их жизнь всегда освещала великая слава побед русской армии, сила и мощь русского духа, любовь и преданность своей отчизне. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков, Анапрекио. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальные имплантации – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможно эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В четверг, 25 апреля, в Анапе ожидается солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 10-12 градусов тепла, ночью около 11. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.